Это вывеска наружная, которая предусмотрена Роспотребнадзором. Мы обязаны были делать. Без нашего ведома она демонтирована и брошена на помойку, так скажем. Название стоматологии теперь среди мусорных контейнеров. В самом кабинете уже ни сотрудников, ни посетителей. Супруга доктора Георгия Газаряна Валентина рассказывает, что ежегодно с медучреждением продляли договор аренды. На этот раз отказали. Отказ мотивировался тем, что им нужно для собственных нужд. Когда наш юрист посмотрел отказ, в договоре у нас сказано, что какие-то, если есть спорные, мы имеем право обратиться в суд. 19.07 мы подаем в арбитражный суд иск на то, что отказ на момент отказа не был мотивирован. Первое судебное заседание по этому делу уже состоялось 14 сентября. В официальном ответе руководства поликлиники СМИ о собственных нуждах ни слова. Отказ в продлении договора аренды с предпринимателями аргументировали реализацией пилотного проекта «Бережливая поликлиника». Общество с ограниченной ответственностью Магдентнаири не имеет лицензии для оказания стоматологических услуг детскому населению. В апреле 2017 года у Магдентнаири истек срок аренды данного помещения. Также им было выдано уведомление о освобождении помещений. 22 сентября было плановое отключение электроснабжения, о чем они также были предупреждены. Также в поликлинике сослались на дефицит свободных помещений. В рамках пилотного проекта «Бережливая поликлиника» будет оборудована комната для кормления ребенка, санузел для маломобильных групп населения, гардероб и комната приема пищи для медперсонала. Будет ли работать стоматология на территории больницы или нет, решит суд. Заседание назначено на завтра. Наш канал будет следить за развитием событий.